В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева и в начале выпуска коротко об основных событиях. Их служба опасна и трудна, но так необходимо. Сегодня в России отмечается День сотрудника органов внутренних дел. Коллеги, разрешите поблагодарить вас за ежедневный нелегкий труд. В Видном состоялась научно-практическая конференция хирургов. Впечатляет, да, что люди настолько быстро осваивают какие-то новые технологии. В 10-й школе прошел кинопоказ патриотических короткометражных фильмов в рамках всероссийской акции «Киноуроки в школах». Наше единство очень востребовано нашими мальчишками, мужчинами, которые защищают Родину. Их службы опасны и трудна, но так необходимо. Сегодня в России отмечается День сотрудника органов внутренних дел. С профессиональным праздником полицейских Ленинского городского округа поздравил глава муниципалитета Алексей Спаский, который вручил некоторым стражам порядка ключи от квартир. Подробнее о мероприятии расскажет Юлия Погасьян. Праздничное утро полицейские управления Министерства внутренних дел по Ленинскому городскому округу начали с возложения цветов к мемориалу на аллее памяти сотрудников, погибших при исполнении служебного долга. К присутствующим обратился настоятель Александра Невского храма поселка Петровское, священник Дмитрий Довбыш, который отметил, насколько цена эта профессия. Дай Бог вам сил в ваших трудах, дай Бог, чтобы семьи ваши жили в тишине, в радости, ждали вас домой с дежурств. Дай Бог, чтобы Господь укреплял вас на вашем служении. Вместе с действующими сотрудниками полиции здесь сегодня много ветеранов внутренних дел. Такая преемственность поколений, обмен опытом. В Ленинском ОМВД уже много лет этой работой занимается Совет ветеранов. Великий русский художник Восистов сказал, что плох тот народ, который не помнит, не ценит и не любит свою историю. Мы любим, помним и ценим свою историю. Это памятник, который мы собрались сегодня, это дань уважения нашим участникам Великой Отечественной войны. Сменив солдатскую шинельную и милицейскую службу, эти люди посвятили свои лучшие годы. День полиции давно стал праздником не только сотрудников внутренних дел. Его отмечают многие россияне. Статус представителей правоохранительных органов растет с каждым годом. Сегодня они особенно нарядные, на их лицах улыбки. Коллег поздравил временно исполняющий обязанности начальника Ленинского ОМВД Роман Суев. Коллеги, разрешите поблагодарить вас за ежедневный нелегкий труд, за профессиональное решение поставленных задач, за то, что каждый из вас старается сделать эту жизнь лучше. Еще раз всех сердечно поздравляю с праздником, здоровья, терпения и удачи. Спасибо. Торжественная церемония продолжилась в актовом зале. Здесь с профессиональным днем полицейских округа уже поздравлял глава муниципалитета Алексей Спасский. Помимо грамоты и благодарности преподнес виновникам торжества подарки. 11 сотрудников внутренних дел получили ключи от своих новых квартир. В вашем случае подписываю, я это с адресом, буду даже двигаться. Спасибо. Работа, мягко говоря, непростая. Работа, хотим или не хотим, работа с людьми, причем с теми людьми, которые обратились, пришли к вам какой-то своей болью или бедой, с теми людьми, которых необходимо сначала обнаружить, а потом привлечь и при этом самому остаться, ну, я не побоюсь этого слова, человеком. Желание и мира, и благополучия, и спокойствие, стабильность, и обязательно не только успехов, но и удачи. Вот это пусть все с вами прибудет с праздником. Отличившихся полицейских отметил и Совет депутатов муниципалитета. Сегодня сотрудники внутренних дел все так же на страже порядка, но с особенно торжественным настроением. Юлия Погасян, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видно этого. В Видном прошла научно-практическая конференция хирургов, на которую собрались как практикующие врачи, так и руководители различных медицинских учреждений и студенты вузов. Мероприятие получило название «Достижения и перспективы развития хирургии Московской области». О целях встречи у спикеров и слушателей узнал Максим Козлов. Не случайно научно-практическая конференция хирургов проводится именно в Ленинском городском округе. Видновская районная клиническая больница является не только медицинским, но и научным учреждением. Она активно сотрудничает с исследовательскими и учебными организациями. Наша больница носит статус клинической больницы, на базе которой расположены кафедры хирургических ведущих медицинских вузов. Это и первый медицинский вуз, и второй, и третий, и кафедры РОДН. Участники конференции отмечают, сейчас в хирургии идет активное развитие, что обусловлено появлением большого количества прорывных технологий. А потому на таких мероприятиях каждый участник узнает для себя что-то новое. Впечатляет, да, что люди настолько быстро осваивают какие-то новые технологии, и ты для себя что-то открываешь новые, какие-то технические нюансы, какие-то подходы, да, новые, тактические влечения пациентов. Поэтому это всегда полезно. Подобные конференции – это еще и повод познакомиться с самым современным оборудованием. Ирина Нечпаренко приехала из Республики Беларусь. Она представила лазерный хирургический аппарат, созданный Минской производственной фирмой. Основная цель – это популяризация наших методик, рассказать больше людям о том, что есть вот такие современные методы лечения, и привлечь большее количество специалистов к применению нашего оборудования, потому что оно, правда, эффективно на сегодняшний день. При проведении конференции используются различные интерактивные технологии, в частности, демонстрация действий хирурга на операции. Зачастую и сам спикер присутствует на мероприятии виртуально, хотя большинство выступлений очны, что позволяет работать в режиме диалога. Планы всегда заключаются в том, чтобы донести максимально подробно ту информацию, которую мы располагаем, для хирургов, студентов, ординаторов, помочь им как-то адаптироваться к новым современным технологиям, к тем, которые активно заходят на рынок, поделиться тем опытом, который у нас есть, потому что опыт у нас большой. С организатором научно-практической конференции помимо Видновской районной клинической больницы выступила и администрация Ленинского городского округа. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ. Киселки-пруд с большой историей. Находится он в деревне Горки и сегодня прогуляться вдоль его берегов – удовольствие для местных жителей. Но еще совсем недавно водоем находился в запустении и, напротив, отпугивал людей. О том, как киселки обрели вторую жизнь, в сюжете Татьяны Брыловой. Когда-то этот пруд обеспечивал работу теплиц колхоза имени Владимира Ильича и был любимым местом отдыха местных жителей. После долгое время пруд находился в запустении. И вот в этом году киселки вновь вернулись к жизни. Возрождение пруда стало возможным прошлым летом благодаря губернаторскому проекту «Сто прудов и озер». В течение месяца акватория водоема была приведена в порядок. Береговая территория очищена, убран сухостой. Вывезли порядка 40 кубометров донных отложений, затопленных деревьев, водорослей, камыша, мусора. По решению администрации округа у пруда создали сону комфортного отдыха. Жительница деревни Горки Татьяна Иванова давно не была здесь. Поэтому преображение киселок для нее стало приятным сюрпризом. Очень красиво. И свет вчера дали. Прям погулять очень хорошо. И в музей дорожка не было такого. Было грязно здесь. Очень грязно было. А сейчас очень хорошо. Там вот родничок вообще и купаться. Вот этот трамплинчик сделали для купания. Летом здесь всегда купались и местные приезжие. И рыбаков было много. Теперь станет еще больше. Была запущена рыба. Был запущен карп, толстолобик и амур. На следующий год можно будет ловить. Вода в водоеме ключевая, холодная. Несколько источников наполняют пруд. И деревенские горожане приходят сюда, чтобы набрать водички. Мария Николаевна Буянова помнит эти места еще девчонкой. Рассказывает, как их мужчины старшего поколения облагородили родник на другой стороне пруда. Туда все и ходили запастись водой. А потом уже местные жители сложились и купили по 100 рублей. Купили вот круг этот один поставили. И уже стали отсюда брать. Уже там удобнее вода шла. А потом уже администрация, вот видите, как все сделала. Для Марии Николаевны походы за водой – большое удовольствие. Пока водичка набиралась, многое мы от нее узнали. В том числе и то, почему пруд именуется киселками. Здесь росли дикие яблони. Они были очень кислые. И поэтому по народу так и пошло киселки. Этот пруд так и пошел. Куда гулять идете? Во враг киселке. Много местных собралось, пока мы снимали сюжет. Общались, спорили. Задавали вопросы представителю терротдела. Но чем не место для встреч? В рамках Всероссийской акции «Киноуроки в школах» в «Видновской школе номер 10» состоялся кинопоказ патриотических короткометражных фильмов. Кроме того, ребята провели мероприятие, посвященное прошедшему Дню народного единства. В актовом зале «Видновской школы номер 10» собрались ученики средних и старших классов, чтобы посмотреть несколько патриотических короткометражек в рамках Всероссийской акции «Киноуроки в школах России». Мероприятие проводится с целью воспитания гражданской позиции среди подрастающего поколения. Вы, дети, являетесь важнейшим приоритетом государственной политики России. Вы – наше будущее и наше все. И от того, какое у нас с вами ждет будущее, и зависит, какими глазами смотрите вы на этот мир. Победа, она еще и в тылу куется. И вот мы, находясь сегодня в тылу, должны помнить о том, что наше единство очень востребовано нашими мальчишками, мужчинами, которые защищают Родину. Гостями мероприятия стали члены местного полицовета партии «Единая Россия». После кинопоказа все участники посмотрели постановку «Вместе мы едины», подготовленную преподавателями и учениками-активистами, посвященную прошедшему Дню народного единства. В прошлом году у нас уже прошла подобная концертная программа, посвященная Дню Победы. Постепенно у нас сложился круг участников. Это дети нашей школы, которые с большим удовольствием принимают участие, выступают. Вместе мы готовим мероприятия. И вот с прошлого года у нас появилась такая традиция проводить литературно-музыкальные композиции в патриотическом стиле. Ребята продемонстрировали свои таланты. Подготовка к мероприятию проходила несколько недель. Я танцую русский народный танец, веду чуть-чуть это мероприятие в начале и танцую еще два танца. Мы отрабатываем конкретные движения, технику этих движений, чтобы эти движения смотрелись плавно, технично и, самое главное, красиво и эффектно. В программе были вокальные, танцевальные номера, а также чтение стихотворений. Все выступления посвятили многовековой истории России. По окончании концерта участники сделали общее фото на память. Дмитрий Книга, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Партийцы и сторонники местного отделения партии «Единая Россия» встретились с женами и детьми мобилизованных видновчан. В историко-культурном центре было организовано чаепитие. Во время беседы в уютной обстановке обсудили меры поддержки семей и актуальные проблемы. И вместе искали пути их решения. Представители местного отделения партии «Единая Россия» пообщались с женами и детьми мобилизованных видновчан. Встреча прошла в историко-культурном центре. За чашечкой чая супруги защитников Родины рассказали о проблемах, с которыми столкнулись во время частичной мобилизации. Оказывается огромное количество проблем, вплоть до бытовых, организовать досуг детей и прочее. Кому-то нужна психологическая помощь, кому-то нужно просто пообщаться, кому-то нужна юридическая помощь, а кому-то и материальная. Ленинское отделение «Единой России» со дня начала частичной мобилизации активно включилось в работу по оказанию помощи семьям военнослужащих. Всех прозвонили, со всеми переговорили. Уже многим сделали. Один попросил, не два человека попросили в детский сад устроить. Мы устроили в школу детей. Кто-то просит узнать, как материальное пособие, которое вы плачете на время. То же самое. Кто-то получил, кто-то еще нет. Но буквально там, по-моему, один или двое. Евгения Киселева рассказывает, что после мобилизации супруга забота об их детях полностью легла на ее плечи. И поддержка особенно необходима. 22 сентября ему пришла повестка. 23 с гордой поднятой головой он пошел в инкомат и приступил к службе. Начало в Дорофоминск, потом его отправили в Подольск. Киселевы проживают в одном из домов, который курирует депутат Совета депутатов Ленинского городского округа Татьяна Ершова. Также в ее округе еще три семьи военнослужащих. Я с ними контактирую. Я слежу за их проблемами, которые, если есть, если возникают, стараемся им помочь, решить что-то. Ну, и также я вижу, что очень много отзывчивых людей. Вот сейчас разговаривала с Евгением. Даже коммерческая организация, где занимается ее старший сын, директор этой организации, сам проявил желание. И сын теперь ходит на занятия совершенно бесплатно. В ходе беседы поговорили о старте проекта «Женское движение Единой России», о его ключевых направлениях, целях и приоритетах. В первую очередь он будет направлен на поддержку жен и матерей, участников специальной военной операции. Самое важное, что у нас в обществе сейчас, особенно на данный момент, это быть дружными и сплоченными. Женщина сама по себе, по своей структуре, она сильная. Она может выдержать многое. Но одна она тоже теряется. Всегда хорошо, когда есть старшие подруги, которые помогут, подскажут и направят на какие-то правильные решения. Ряд вопросов, поднятых на встречи, был взят на контроль депутатами фракции. Все остальные будут решаться в рабочем порядке. Подобные встречи станут традиционными. Они объединят семьи, помогут подружиться и вместе решать проблемы. Стоит отметить, что для проведения общего досуга партийцами принято решение в преддверии Дня матери организовать творческий мастер-класс. В завершении встречи члены фракции «Единая Россия» вручили семьям продуктовые наборы и сладкие подарки для детей. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. И это вся информация на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. А я и мои коллеги желаем вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова